Вторая неделя по Пасхе называется Фоминой неделей или неделей обновления или антипасхой. По сути обновление и антипасха это в данном случае одно и то же. То есть мы как бы вместо той Пасхи, которую мы с вами пережили в сам день воскресения, обновляем в своем сердце эту память и это состояние. И таким образом мы понимаем, что любое духовное озарение, любая благодать, которую Господь дает человекам, не может быть людьми удержана. И для поддержания сил и для того, чтобы как-то еще и еще раз воскресить нас, понимание того, что это за праздник, Церковь и установила празднование в ближайшую воскресную службу, день антипасхи и обновления или Фомину неделю. Мы знаем эту историю, знаем, как Господь явился в горницу, где собрались апостолы и Он пришел, как сказано, дверем затворенным. То есть то воскресшее тело, которое обрел Спаситель, в котором Он явился ученикам, оно было несколько иное. И само это событие, оно как бы является прообразом будущего века. Потому что всякий из нас, причащающийся телу и крови Христа, мы причащаемся Его воскресшего тела. И мы надеемся и верим, что и нас ждет подобное преображение. И то тело, которое мы получим в вечности, оно будет подобно тому, в котором приходил Спаситель к своим ученикам. Само это событие, когда Господь является вновь через неделю, чтобы теперь уже явиться не только всем ученикам, но и небывшему в прошлый раз апостолу Фоме, оно многому нас может и научить, и многое может быть даже объяснить. Мы несколько раз говорили и на Светлой Седмице, и перед Пасхой говорили об этом событии. И то, что Господь воскрес, самое удивительное, и то, что Фоме, который желал увидеть раны, как мы слышали в Евангелии, Господь явился именно в таком виде. То есть то тело, в котором Он явился, оно может быть для каждого человека таким, какое ему нужно для спасения. И для апостола Фомы нужно было это узреть и, возможно, даже прикоснуться. Хотя прямо не сказано в Евангелии, что он коснулся тех ран, которые Господь ему показал, но, в принципе, он мог это сделать. И поэтому в праздничном каноне мы слышим эти слова о том, что тот огонь, которому Фома дерзнул прикоснуться, не опалил его. И все христиане, причащающиеся с того времени, все дерзают прикасаться к Спасителю, вкушая его плоть и кровь. И мы также, вкушая самого Бога, прикасаясь к Нему дерзновенно, по благодати Спасителя, не опаляемся, но очищаемся. И тем самым Господь как бы выжигает нас плотское и дает нам возможность самим собой заполнить это плотское, это мертвое, телом воскресшим и духовным. Желаю всем нам ближайшие недели по Пасхе, каждый из которых является очередным обновлением, воспоминанием и воскресением нашей памяти, в нашем сознании, в нашем сердце событий пасхальных, чтобы в течение всех этих недель мы старались, насколько это, конечно, возможно, обращаться к Богу внутри себя, как бы с молитвой, чтобы Он не оставил нас и эту память о Нем, и о воскресении, и о Пасхе как можно дольше удерживал нас. Чтобы мы и дальше старались приобщаться того огня, который нас не опаляет, но исцеляет. Чтобы мы и дальше были способны провести свою жизнь в той чистоте и с теми достижениями, которые мы приобрели по благодати Божьей во время Великого Поста. Поздравляю всех поддерживающих огонь, всех, кто старается, насколько это возможно, нам праздновать Пасху. Всех причастников поздравляю с приятелями, с их же зрящих в Ставе Христову, ангел-хранители. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok